Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас покраска волос. Про уход, особенно про уход летом, в жару. Итак, поехали! Мы красим с вами краской Estelle Princess, которую заказывала, помните, в прошлый раз на рандеву. У меня два оттеночка, я хочу их миксануть. Первый, 8-18, это светлый русый пепельно-жемчужный. И второй, 8-66, это светло-русый фиолетовый интенсивный. Мне моя парикмахер вообще нахвалила эти краски, сказала, что насыщенная пигментация и так далее, цвет. Будем пробовать. Также у меня окислитель, тоже Princess 9. Буду добавлять, наверное, по пол тюбика краски, ну и, соответственно, окислитель. Так, что мы делаем сначала? Краситься буду на чистые волосы и буду красить в основном корни, ну, наверное, 5 сантиметров. Сантиметров 5-7, а потом под конец эмульгировать, кончики трогать не хочу. Сейчас цвет и так красивый, он вот при искусственном освещении может немножко желтеть, а при естественном, на улице, когда выходишь, он прям очень красивый, мне делают комплименты. Ну, отросли уже корни на сантиметр где-то, поэтому надо покрасить. Итак, моем голову. Перед покраской всегда мою кожу головы, волосы очищающим шампунем. Именно, чтобы раскрыть чешуйки волос и цвет лучше проникал. Давайте пока уход и потом с вами будем красить корешки. Так, что делаю с утра? Сейчас у нас с вами утро. У нас сейчас дикая жара, еще и с дождями, влажность, поэтому уход минимальный, но очень качественный и эффективный. Все масочки и какие-то питательные кремы я оставляю на ночь, и то сейчас не всегда в жару. Когда вот попрохладнее, то да. Так, мы с вами очищаемся с утра, очищаемся хорошо, очищаемся качественно. У меня сейчас белита, скраб, сода для глубокого очищения кожи лица. Он такой прям сода-сода, я уже показывала вам его, гелевый, голубенький гель, в который добавлено очень много соды. Много мелких частичек, которые, ну, отшелушивают просто мурав. Их много, и они такие царапающие. Я специально делаю на этом акцент, потому что знаю, многие девочки не любят. Я люблю такой уход, чтобы вот прям отшелушиться как следует. Их очень много, и даже камера не передаст. Вот он сам по себе, сам гель выглядит вообще прозрачно. Но когда наносишь на кожу, ощущаешь это огромное количество частичек. Да, мой хороший. Как следуем очищаемся, массажируем и смываем. Все, лицо идеально чистое, гладенькое, супер-пупер. Дальше что? Дальше иду в холодильник, девчонки, и беру патчи. Сейчас у меня на постоянном использовании патчи Alex Skin. Кто не знает, это достаточно известный бренд, нашумевший на Валберес и Озон. У них три потрясающие масочки. Сейчас покажу вам, как патчи выглядят. Патчи пришли вот в такой вот коробочке. Очень минималистичный дизайн, очень симпатичный. В комплекте, конечно же, есть лопаточка, крышечка. И вот как они выглядят. Посмотрите, какие прозрачные. Но в то же время достаточно плотные. Очень много сыворотки. Ее прямо много. Вот видите, ее можно даже зачерпнуть. Вот такая вот красота. Масочка Alex Skin, к сожалению, пока нет в наличии. Но я слышала, что они улучшают состав, добавляют какие-то еще крутые компоненты. Надеюсь, скоро появятся. Будем вместе с вами тестировать. Ну, а пока у них вышел вот такой вот продукт. Это патчи. Здесь 60 штук. И здесь очень крутой состав, девчонки. Здесь пептиды. А пептид у нас с вами что? Он довольно действенный ингредиент в уходе за кожей. Пептиды, они борются с первыми признаками старения. И в патчах пептиды максимально возможной концентрации. Так, достала. Прикладываем. Я люблю именно вот так. Патчи можно одевать по-разному. Когда кончик у нас с вами кверху, это лифтинг эффект. И второй. Как правильно одевать патчи? Мы, девчонки, на 10-15 секунд пальчиками вот так прижимаем их к коже. И они не будут спадать совсем. От слова совсем. Сейчас будем краситься, увидите. На 10-15 секунд подприжали. Все. Я еще хочу на лоб. Кожа должна быть чистая и сухая. Вот таким вот образом на лоб. И тоже на 10-15 секунд прижимаем. Остатки сыворотки на пальчиках, да? Мы прижимали же патчи. Я распределяю на носогубочки. На верхнее веко. Немножко вот так. И супер. Через 10-15 минут будем снимать. Вообще, я ими пользуюсь уже больше недели. И что могу отметить? У них действительно есть эффект. А не иллюзия, да? Как патчи, там за 100 рублей, за 60 рублей. Я его вижу. Во-первых, отечность снимается очень круто. Почему? Как бы и в жару, и в любую погоду. А в жару я вообще бывает, могу часто отекшие проснуться. Я их использую из холодильника. И просто супер-пупер результат. Выравнивает рельеф, разглаживает кожу. Все это они делают. А еще посмотрите, какие они незаметные. То есть, в принципе, вот так вот можно надеть патчи. И пошел там ребёнка в школу, в сад отводить. Как бы все отлично. Они никуда не съезжают. Они сидят на месте. В то же время они такие прозрачные, что издалека никто на вашем лице их и не увидит. Так, ну а что, теперь у нас с вами покрасочка. Будем замешивать. Взяла мисточку, мисточку, кисточку краски и красить корешки. Так, значит, оттеночек 866. Вот так выглядят тюбики. Здесь у нас сколько? 60 миллилитров всего. Но мне хватит. Только на корни, в принципе, мне хватит. Первый раз буду вместе с вами краситься такими оттенками. Но мне кажется, должно быть красиво. Так, половину где-то добавляю и 818. Тоже половиночку. Почему на девятке крашусь? Потому что шестерка и меньше меня не держит. Это чисто для тонировки. У меня очень много седых волос. Особенно в зоне видимости. На затылке их мало, а там прям полно. Так вот, красочка. И примерно столько же добавляем окислителя. Замешиваем и наносим. Текс. О, как! Сейчас пачки, когда еще лоск немножко потеряют, их вообще будет не видно. Они достаточно большие. Еще там есть, девчонки, компоненты, которые с пигментацией борются. А у меня как раз они захватывают. Вот его почти не видно. Уже вот здесь вот. И вот здесь видите пигментные пятнышки. Вот это вот очень ценно. Пока вот так вот, такая прозрачненькая, наносим. Предыдущий цвет волос я забыла вам сказать. Опять в комментариях девочки спрашивают про цвет волос. Но я всегда крашусь с вами. Посмотрите ролики. Было Фаберлик Эксперт Колор 8.1. Плюс Фаберлик Салон Киа 10.15. Плюс фиолетовый корректор 5 см. Алиновский 0.22. Вот. Сразу отвечаю. Так. И красим корешки. Вот таким вот образом я это делаю. 5-7 сантиметров. Там, где может проступать желтый снас. Свой цвет волос у меня практически черный. Плюс седой. Прям вот кисточкой перекидываю. Мокрые волосы и волосы в краске не расчесываем тоже, чтобы не повреждать. Такие вот широкие достаточно делаю проборчики, потому что потом еще все равно помассирую. Сзади руками прям на ощупь всегда крашусь. Вот таким вот образом всю голову. Ну вот и все. Она прям такая сиреневая стала. Я не стала в этот раз добавлять корректор, хотя все предыдущие покраски у меня были именно с корректором 0.22 сиреневым. Смотрите, она какая сиреневая. Это мы с вами жемчужную с сиреневой смешали. Интенсивной сиреневой. Посмотрим, что получится. Прям очень интересно. И что хочу сказать, ее получилось очень много. Кончики все равно затронулись, но не сильно. Потом еще немножко проэмульгирую. Все равно за 10 минут и посмотрим. Ну а теперь пить кофе. Пришло время снимать патчи. Девчонки, смотрите, какая я сиреневая. Как вы думаете, я буду сиреневая? Чего себе пигментацию краски. Так, все снимаем. Видите, они на месте никуда не делись. Все отлично. И кожа потом безумно гладенькая. В инструкции написано остатки сыворотки распределить, но у меня кожа съедает ее все абсолютно. А лобная морщинка у меня прям разглаживается. Это видно. Она у меня достаточно сильно выражена. Вот если, не знаю, сейчас ее уже не так сильно видно. Она у меня есть. Вот единственная моя такая глубокая морщинка, поэтому я сюда туда теперь патчи тоже приклеиваю. Вот. Классно, суперски. И осветляет, и отеки подсгоняет. Прям ушли утренние отеки. Вообще все супер. Мне очень нравится. И цена адекватная. Посмотрела, изучила ценник на патчи с пептидами. На порядок дороже. Вообще у Аликскин качественная классная косметика. По достаточно демократичным, скажем так, ценам. Ссылочку на патчи и на все остальные продукты из сегодняшнего обзора оставлю обязательно в описании. Сейчас я хочу проэмульгировать красочку. Подержать еще минут 10 максимум. Буду смываться. И тогда вам покажу и завершим уже наш с вами уход. Ну что, девчатки, смылась? Я пока вообще не пойму, какого я цвета, если честно. Но мне кажется, должно быть все красиво. Сейчас немножко подержу в полотец и размотаю, посмотрю. И посушу. Спасибо. Вот. Теперь завершаем уход. Что я делаю? Это тоник, фаберлик. Точнее, легендарный кислород. Артикул 0256. Тоже из холодильника. Вот так. Безумно приятно. Какой он холодненький. Все. Это весь мой уход в жару. Летом больше ничего на день не хочется абсолютно. Тоник могу повторять бесконечное количество. Раз стоит в холодильнике в течение дня. Особенно, когда в жару готовят что-то на кухне прям сбрызгалось. Вообще, второе дыхание у кожи. Все, больше ничего. Так, ну ладно. Посушу, потом вам цвет покажу. Я прям боюсь. Вуаля. Ну что, мне очень нравится, девчонки. На мокрых волосах сейчас при естественном освещении покажу. Было более сиреневым. Особенно вот в местах. Вот видно немножко, где седых волос больше. Вот. А в целом, когда посушилось, цвет выровнялся. И он очень красивый. Я помню, я хотела такого результата добиться. Пару лет назад не смогла ни одну краску найти. Готуби была там прям на картинке вот такой вот сиренево-металлический цвет. Она и сейчас есть, кстати, эта краска в магнит косметик. Но она вообще не концентрированная, не пигментированная. Она вообще не взяла. То есть от нее даже отлива сиреневого не было и металлического. Здесь все классно. Слушайте, мне понравилось. Немножко неравномерный цвет был на мокрых волосах. Но так, как у меня седые волосы, я это все прощаю. На сухих этого не видно. И посмотрим, как будет смываться. Потому что это все-таки уровень. Видите, фаршемачилось. Уровень восьмерки. Он сначала темный, а потом он будет светлый. Причем реально светлый. Слушайте, я в восторге. Мне безумно нравится цвет. И я думаю, когда он будет вымываться, он тоже будет очень красивый. А пока такая вот немножко темненькая. Так, ну пойдемте покажу вам при естественном освещении. Вот, собственно говоря, цвет при естественном освещении. Вот такой. В целом мне все очень-очень нравится. Красиво. Камера все равно, конечно, немножко привирает. Во, вот так. Вот так. Вот так, более-менее достоверно. Классно. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки на продукты сегодняшнего видео в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok